Первый квартал был неопростным для всех регионов Беларуси, и хоть по широку показчиков Гомельская в область сярут-лидеров, но это всё равно не той узровень, який плановался в минулом году, а тому сегодня необходимо окажуть зверить ориентиры. Первое выконание доведенного задания по будильнице жилья, значное снижение запасов готовой продукции и становшая сальдо внешнего гандлю под проемствами коммунальной майомости – это плюсы первого квартала, а тому казать об вельми уже значных проблемах не приходится. Навет невыконанные покажчики не дают подставу для негативных выводов. Валовый региональный продукт только на 2,5% меньше запланованного, продукционная спрация греху больше, чем на 1%, при том, что на Гомельщине добро ведут, что робить в такой ситуации и на какие сферы необходимо звернуть першочерговую увагу. Основные – это валовый региональный продукт, это экспорт, потому что наша экономика открытая, это создание новых рабочих мест на новых предприятиях и на действующих предприятиях, а также заработная плата. Вот, наверное, эти четыре показателя с той массой, по которой мы себя контролируем, это основные, на которые мы сегодня обращаем внимание. Безусловно, привлечение инвестиций, в том числе иностранных, для развития экономики. Что-то из сотворения новых процентных мест, то у сельской массовости и невеликих городах упор, взробленный на приватный сектор, плюс новые вытворческие повинны открываться на действующих предприятиях. Во умовах проведения оптимизации колькости працующих для снижения затрат необходимо предупредить для людей иншую занятость. Тем больше, что укорнение новых видов послуг и выпуск новой продукции повинны становочным чином отбиться и на областном бюджете. В первом квартале поступлений склали 3 триллиона 140 миллиардов рублей, а это всего на 3% больше, чем было за аналогичный летний период. У таких умовах все социальные программы и выплаты профинансованы в полном объеме, а некоторые расходы по колькости пришлось препинять. Мы уже оптимизировали расходы, точнее зарезервировали на сумму 725 миллиардов рублей, сдержав расходы не первоочередного характера. К ним относятся капитальные расходы. Это стройка, это капитальные ремонты, это приобретение оборудования. Жить не обходно по сродках. Готые слова на посаджение оборудования могу чали не одной же. Сегодня не просто экономичная ситуация, а ля коли реально бачить ориентиры, перспективы сдаются не такими уже и дренными. Тем больше, что у соковику уже означены тенденции, які дают подставы для оптимизму. Динамика действительно просматривается положительно, промышленность показывает определенный рост индекса физического объема по производству. Но в принципе всего надо сказать, что время непростое на фоне мирового кризиса, на фоне тех колебаний, которые происходят с курсами валют. У нас задачи стоят большие. Олег Сентюров, Евген Макеенко, Телерадио, компания Гомель.